Друзья, всем привет! Вы на канале Биткоген и с вами я, Евгений Коган. Является ли крипта средством защиты от инфляции, которая сейчас растет по всему миру, та самая крипта? Ну давайте так, прежде чем мы начнем поглубже копать инфляцию, инфляцию в крипте, есть ли я такая штука или нет. Давайте рассмотрим основные типы цифровых активов. Первый тип это монеты с фиксированным предложением, такие как биткоин, к примеру. Биткоин ограничен определенным количеством 21 миллион монет. Все, больше не будет. Это децентрализованная криптовалюта и ее предложение регулируется алгоритмом, который уменьшает награду с майнером с течением времени. Второй тип это стейблкоины, которые привязаны к фиатным валютам, таким как доллар или евро. Они стремятся поддерживать стабильное соотношение с традиционными валютами и, следовательно, могут быть менее подвержены значительным колебанием, потому они собственные стейблкоины. Третий тип это альткоины с изменяемым предложением. Некоторые криптовалюты могут иметь более гибкие правила эмиссии и выпускаться по желанию разработчиков. К примеру, к ним относится и эфир, кстати говоря. Для начала давайте, друзья, разберемся с самим понятием криптовалют. Они правда разнообразны и они уникальны. Насколько эти криптовалюты подвержены инфляции? Инфляция в контексте криптовалют может проявляться в двух основных аспектах. В увеличении общего количества криптовалюты в обращении, то есть предложении, и в изменении ее цены относительно фиатной валюты и это, соответственно, спрос. Давайте рассмотрим оба варианта инфляции. Итак, первый инфляция предложения. Этот вид инфляции связан с увеличением общего предложения криптовалюты. Если новые монеты создаются в результате майнинга или как часть блочной награды, это может привести к увеличению предложений и, следовательно, к инфляции предложения. Инфляция спроса, то есть demand inflation, этот вид инфляции связан с изменением цены криптовалюты относительно обратной валюты, такой как доллар. То есть, если цена растет, то это может считаться, в общем-то, инфляция спроса. Давайте разберем инфляцию, связанную с увеличением общего предложения криптовалюты. Монеты с фиксированным предложением, казалось бы, представляют абсолютную защиту от инфляции. Битки, к примеру, каждые четыре года происходит событие, так называемый халвинг, при котором награда за блок уменьшается вдвое. Это уменьшение предложения может считаться очень сильной антиинфляционной мерой, так как новые биткоины добываются медленнее. Стейблкоины, так как они привязаны к фиатной валюте, ну, по сути своей, они являются аналогом обычных денег и полностью коррелируют с традиционными валютами и, соответственно, с традиционной инфляцией. То есть, они коррелируют с инфляцией в этих самых валютах. Инфляция в долларе, инфляция в евро и так далее. Альткоины с изменяемым предложением могут подвергаться воздействию различных факторов, включая изменения в протоколах и технологические обновления. Теперь давайте посмотрим на инфляцию, связанную с изменением цены капитовалюты в долларах. В начале 2013 года цена биткоина была 13 долларов. И в этот период было добыто 10,5 миллионов, то есть 10,5 миллионов биткоинов. Сейчас биток стоит около 44 тысяч долларов, при этом добыто 19 миллионов 300 тысяч монет. Получается, что за 11 лет количество монет выросло в два раза, а цена выросла в 3,5 тысячи раз. Для сравнения, суммарная инфляция в США за период 2010-2023 год составила порядка 45 процентов, хотя думаю, что побольше. Поэтому, несмотря на ограничения комиссии, если мы с вами считаем в долларах, суммарная инфляция в битке, она гораздо выше, чем в фиате. При этом цена крипты может значительно понизиться в любой момент. Эта волатильность затрудняет внедрение крипты в повседневное обращение. Вот это очень важно, надо понимать. Важно отметить, что инфляция в крипте не является централизованно управляемым процессом, как в случае с традиционными валютами. Она определяется кодом протокола и механизмами согласования участников сети. Отдельно стоит затруднить цифровые валюты центральных банков, так называемые CBDC. В отличие от криптовалют, таких как биткоин, CBDC будут выпущены центральными банками и будут подвергаться их контролю. Это позволяет центральным банкам принимать меры по контролю инфляции, стимулированию денежного предложения и другим, собственно говоря, макроэкономическим задачам. Цифровые валюты могут предоставить центральным банкам новые инструменты монетарной политики для борьбы с инфляцией. Например, они могут внедрять программируемые условия, определяющие, скажем, использование CBDC вне зависимости от изменений в экономике. По сути своей CBDC это все те же обычные валюты, только с использованием блокчейна. Поэтому они подвержены тем же экономическим законам, что и доллар, рубль или юань. В заключении, несмотря на некоторые потенциальные преимущества криптовалют, я все-таки хотел бы сказать, что они, наверное, не способны защитить нас от инфляции. И одним из главных минусов является высокая волатильность. Эта волатильность может сделать криптовалютные активы нестабильными в краткосрочной и даже иногда и долгосрочной перспективе. Также можно отметить, что крипта до сих пор остается относительно новым, эволюционирующим рынком, но тем не менее волатильным, подверженным регулярным изменениям и технологическим весьма высоким риском. Для инвесторов и тех, кто рассматривает крипту в качестве средства защиты от инфляции, нужно осознать, что это, скорее всего, часть диверсификации портфеля, но не главная ставка на сохранение капитала. Может ли в определенных условиях крипта стать защитой от инфляции? При определенных обстоятельствах да. Тем не менее, несмотря на все то, что я сказал. Но означает ли это, что нужно делать на это ставку? Иначе говоря, вот у нас есть там всего, не знаю, 100 тысяч долларов. Нужно ли 80 тысяч, 90 тысяч направлять в крипту и говорить, вот моя защита от инфляции. Нет, не стоит. 5, 10, 15 процентов, возможно, но не более. Так что здесь необходим очень жесткий риск менеджмент. И дальше, знаете, как из того старого анекдота, прокатило, не прокатило. Вот серьезно. Поэтому давайте так. Первое. Мы очень предметно изучаем каждый цифровой актив, включая CBDC. Каждый цифровой актив, не включая CBDC, мы их просто изучаем. Мы разбираемся, может ли быть доп. эмиссия, не может быть доп. эмиссия. Может ли быть взлет цены, не может быть взлет цены. Все, что угодно. И уже на основе этого делаем свои выводы. В частности, какой из этих криптоактивов будет наиболее качественно для решения вот этой задачи. Спасибо.